МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, ребят, всем привет. Сегодня у меня очередной выпуск. И выпуск у меня вот какого характера. Много поступает вопросов начинающих блогеров, кладоискателей, которые задают постоянно вопросы. А выгодно ли это делать? То есть развивать свой канал на Ютубе и тем самым получать какие-то вознаграждения в денежном эквиваленте. Ну, сегодня мы рассмотрим в основном тех блогеров, которые уже раскрутились, и посмотрим, какие у них заработки. В том числе ваш покорный слуга тоже в конце покажет на его, на свои заработки. Хотя они не блещут, и это просто так. Для статистики я вам покажу то, что не у всех это получается. Вот у меня потихоньку это всё идёт. Но есть блогеры, которые вкладывают очень большие деньги на раскрутку своего канала, которые отправляют деньги на рекламу в различные сайты, форумы, соцсети. В общем, везде рекламируют свой канал за счёт денег. То есть они вкладывают на развитие своего канала. То есть это всё, в принципе, правильно. В данном случае я ни копейки не вложил, нигде я не рекламируюсь. Просто снимаю и выкладываю видео в соцсетях. Тем самым многим людям, которые нравятся моё творчество, они подписываются. Ну и, естественно, кто смотрит мой канал на Ютубе, иногда получается, что просматривают рекламу, которую Ютуб втыкает в мои ролики. За счёт этой рекламы и просмотров, которые вы делаете, мне начисляет Ютуб какой-то процент, и я с этого имею какие-то финансы. Так что мы сегодня посмотрим в основном тех блогеров, которые раскрученные и известные, и вы сами будете смотреть и решать, стоит ли вам заниматься, тратить кучу времени, денег и средств на раскрутку своего канала. Так что смотрим, будет очень довольно интересно. Итак, ребята, первый, кто у нас сегодня будет на обзоре, это у нас Дмитрий Мусыхин со своим каналом «Поиск ке золота». Название, конечно, звучит «В поисках золота». Значит, он должен находить как минимум золото. Но за всё время существования его канала, существует он не так уж и мало, находок у него по золоту совсем нет. Ни одного видеоролика я не видел, где он поднимает хоть какое-нибудь элементарное золотое колечко, или серёжку, или что-то в этом роде. Потому что он ходит не просто по старине, но и ходит и по пляжам. Видео у него заключается в основном о своих покатушках на брошенные деревни. Многое видеообщение с людьми, которые, извините меня, немножко неадекватные, но всё же. Последнее время он и с девчонками любит сняться. Но это понятно. Много у него видеороликов, где он стримит. Стримит именно с Колей Чемпионом. Ему за это донатят денежки. И, в принципе, неплохо у него это получается. Помимо видеокопов, у него есть обзоры различной техники, аппаратуры. Много у него рыбалки. В основном все видеокопы у него с Колей Чемпионом. Про Колю Чемпиона хочу сказать вот что. Человек из простого народа немного любит выпить. Причём всегда на видео он встречается либо с похмелья, или же подвыпивший, или же прямо на видеокопе он употребляет спиртные напитки. Причём Дима Мусыхин сам категорически не переваривает людей, которые употребляют алкоголь. Сам он бывший бармен. Перешёл он в блогеры. Говорит, что бармен мало зарабатывает, блогер куда больше. Ну, сегодня мы посмотрим, куда больше он зарабатывает. Его слова он ненавидит алкоголиков, хотя сам работает с Колей Чемпионом. А он, как вы знаете, любит употребить. Ну, даже не знаю, как Колей Чемпион его может терпеть, потому что практически на каждом видео Дима его как бы морально приунижает. Тем самым, что если он там выпивает или что-то в этом роде. Ну, неприятная такая ситуация. Смотришь видео, а тут товарищ унижает своего товарища из-за просто нечего. Ну, а сейчас продолжаем. Смотрим, сколько он у нас зарабатывает. Заходим мы в строку адреса, копируем и входим в программку. Здесь вставляем и ищем. Отыскал нам вот такую программу. Адрес непосредственного канала в поисках золота. Заходим и смотрим. Здесь у нас различные циферки. И начнем по порядку. Здесь нас больно практически ничего не интересует. Видим, что блок у него открыт в 2009 году, в декабре 8 числа. Подписчики у него 151 тысяча 112 подписчиков. Дальше, что нам интересно, это вот категория B. YouTube раскидывает по категориям. Чем выше, тем лучше. Эти цифры нам не интересны, потому что они ничего нам не дают. Но все равно скажу, что вот эта вот у нас циферка, это являются абоненты. Это у нас видеосвязь. И это у нас социальный блок. Нас интересуют цифры дальше. Вот в данном случае циферка. 1 миллион 374,846. Это у нас просмотры. Просмотры за 30 дней. Как вы видите, здесь у нас горит красным. минус 1 процент. То есть у него просмотры упали в этом месяце. Дальше идут цифры. Это у нас подписки. Подписки за последний месяц. Как вы видите, тоже горит красным. То есть у него статистика упала по подписчикам в минус 15,3 процента. В том месяце у него было куда выше. Ну и пошли интересные цифры, которые нас и интересуют. Здесь, как вы видите, знак доллара. Это у нас означает заработная плата, то есть доход данного блогера от и до. Первая цифра 344 доллара. Это его доход за месяц минимальный. То есть он получает 100 процентов. вот эти 344 доллара в месяц. Следом идет 5500 тысяч, если каждый рекламный ролик был в просмотре. То есть если каждый зритель смотрел бы рекламу под его видео, он бы зарабатывал 5500. Следующая цифра. Это означает годовой доход. То есть в год он имеет 4000 долларов. Минимально. Повторюсь, следующие цифры. Если каждый зритель смотрел бы рекламу в его видео, то он зарабатывал бы 66000. Спускаемся чуть ниже и видим вот такую таблицу. Таблица показана по дням в течение месяца результаты его деятельности. То есть мы видим, что в среднем в день у него идет примерно 80-90 подписчиков в день. Это хороший результат. В принципе, неплохо. Следующая графа. Это просмотры его видеороликов. Тоже неплохой результат. Ну и последняя графа. Здесь показан его доход в день. То есть в среднем он зарабатывает 10 долларов в день. И здесь, как вы видите, общая сумма, которую я вам показывал изначально. Вот она. Это его зарплата в месяц. Чуть ниже мы отправляемся на два графика. Как вы видите, первый график это у нас является ежемесячные просмотры. И второй график это у нас ежемесячные подписки. Как вы видите по графику, что здесь, что здесь, все идет ровным чередом, как у всех среднего рода блогеров. но где-то примерно 15 июля у него очень сильный всплеск. То есть в данном случае он что-то на своем канале сделал, либо выпустил интересный ролик, либо он вложил в деньги в рекламу, что у него такой вот всплеск на графике произошел. Потом снова у него упадок. и потом снова что-то у него произошло и снова пошло все вверх. Но по графикам видно, что у него не все хорошо на канале. То есть здесь мы видим, что просмотры и подписчики падают вниз. По графику тоже видно, что резкие такие всплески непонятные. В общем, в принципе у него на канале не все хорошо. Но он является в категории Б. То есть это в принципе нормальная категория. На этом переходим к другому блогеру. Ну а следующий блогер это у нас будет Владимир Порываев. Всеми известный в России блогер-кладоискатель, где он тоже занимается поиском сокровищ. кладов и все, что связано с этим. У него тоже очень много видео, где он рассказывает о своей деятельности, показывает видеокопы, обзоры, но в основном он старается для своего интернет-магазина и просто магазин, который осуществляет продажу непосредственно приборов для поиска, а также он занимается продажей и скупкой монет. Как он себя считает, что он первая контора кладоискательская, где занимается непосредственно этим делом. В принципе, он часто появляется на телевидении, отстаивает вроде права кладоискателей, за это ему большое спасибо, что он оспаривает это, потому что нас по закону очень сильно ущемляет, но на телевидении он частенько выступает со своими различными просьбами и темами, которые хочет как бы развенчать тот миф, что мы якобы черные копатели. Но нет, я согласен с ним, то что мы занимаемся любимым хобби и большая часть спасает просто-напросто наше наследие. Кто-то коллекционирует, есть, конечно, и черные копатели, которые свои находки продают. Ну, это смотря кому это как интересно. Ну, копает он с Димой. Дима у него является как бы помощником, как говорится, Дон Кихот и Санчо Ломанчинский, который оруженосец. Порываев сам копает, ведет поиск с прибором, а Дима у него на, как говорится, как шестерка бегает с ним, носит ему всякие вещи, лопаты, копает за него. В общем, тоже Владимир Порываев не прав, то, что постоянно его приунижают в прямом эфире, тоже неприятное дело. а Дима тоже любит в эфире употребить алкоголь, то есть тоже любит выпить, как и у Димы Мусыхина, Коля чемпион, практически одинаковые у них каналы, тем, что у того и у того есть второе лицо, которое вот таким вот образом отличается на видеороликах. Ну ладно, посмотрим доход Владимира Порываева. Тоже копируем его адрес, отправляемся в программку, вставляем и ищем. Так, нашли мы его тоже программы, смотрим, канал у него открыт с 2012 года, апреля 11 числа, подписчики у него 28 850 подписчиков, категория сорт у него B- то есть он немного ниже Мусыхина, у Мусыхина B, а здесь B- Этим нас не интересуют графы, интересуют чуть ниже. Как мы видим, просмотры в месяц у Порываева прибавились на 16%, то есть хороший в принципе результат. Следующая графа это у нас абоненты за последние 30 дней, то есть подписчики, подписчиков у него 12,4%, то есть тоже хорошо. Здесь у него графа просмотры, здесь графа у него подписчики, но доход у него чуть ниже, чем у Мусыхина, здесь у него всего-навсего 88 долларов в месяц, и зарабатывал бы он 1400 долларов, если все бы смотрели его рекламу. Годовой доход у него составляет 1100 долларов в год. Дальше спускаемся вниз на график ежемесячных подписок у него каждый день, у него в среднем где-то 50 подписчиков прибавляется. Просмотры у него тоже в принципе хорошие, тенденция нормальная, в графе доходов ежедневно у него в среднем получается 4 доллара, 4 доллара в день в среднем. И здесь мы видим результат 88 долларов. На графике мы смотрим, что ежемесячные просмотры у него тоже такие же скачки, но более-менее такие знаете тенденция плавная и благополучная. В принципе здесь у него все хорошо и красиво. Как он выпускает ролик, у него сразу всплеск небольшой, ну и упадок. Здесь у него на втором графике видно подписчики, то есть все идет нормальным чередом, все в гору, в гору, в гору, в гору. так что в принципе неплохо. Это у нас был Владимир Порываев. Итак, следующий у нас блогер, это будет у нас потрошитель, всеми известный тоже блогер, который живет в Англии, занимается он любимым делом непосредственно за границей, видео у него в принципе были интересные, но в последнее время он немного сдал свои позиции, не знаю с чем это связано. Он такой, знаете, камрад непонятно какого у него развлекательного характера, все видео у него очень много мата в эфире, ну что еще про него сказать, я в принципе немного часто его смотрю, но такой, знаете, любопытный и интересный объект для обсуждения, многим он нравится, своими характерными такими всплесками эмоций, вот работает он в Англии, повторюсь, там закон совсем другой, если он находит какие-то находки, он непосредственно их продает в музее или частным лицам, а закон у них это не нарушается, потому что у них в соответствии с законом находку, если вы делаете, вы должны ее зарегистрировать, ее регистрируют, и тем самым вы можете потом с ней что угодно сделать, если вы хотите ее продать, вы ее продаете, если хотите оставить, то естественно оставляете, вот такие народные законы специально для кладоискателей существуют за границей, все для народа, но к сожалению не у нас в России, берем его адрес, сохраняем и отправляемся в нашу программку, и смотрим как у него с этим делом, так, зашли мы к нему, и смотрим, что у него здесь, здесь у него категория B, как и у Порываева, открылся он 2014 года, в марте первого числа, подписчиков у него 45300 подписчиков, дальше смотрим, у него просмотры в месяц, к сожалению, тоже упали, минус 11, и подписчиков у него тоже уменьшилось по сравнению с прошлым месяцем, минус 23,7%, доход в месяц, у него 70 долларов в месяц, в год 835 тысяч, ой, 835 долларов в год, если бы все смотрели его рекламу, то он бы зарабатывал 13,4 тысячи в год, тенденция подписчиков, у него в среднем получается 30 подписчиков в день, то есть неплохой результат, здесь у него просмотры, это показано в просмотре в минутах, вот, в принципе тоже неплохо, в среднем у него по 9 тысяч минут просмотра в месяц, вот, зарплата у него в день в принципе тоже средняя 2 доллара, в среднем 2 доллара, и в итоге мы видим всего-навсего в месяц он зарабатывает 70 долларов, ну, график у него тоже, значит, такой специфический, здесь у нас идет все плавно-плавно, потом всплеск, когда он выпускает очередное видео, и в принципе все идет такой, знаете, ровной шкалой, то есть нету никаких всплесков, как у Димы Мусыхина, вот, здесь у нас тоже подписчики прибавляются, потом снижается, видео выпускает, потом снова небольшой подъем, в общем, в принципе средний такой блогер, ничего особенного в нем нет, то есть обычный средний кладоискатель, никаких у него всплесков в его деятельности нет, такой, знаете, среднячок заработок 70 долларов в месяц, то есть ничего особенного, то есть блогер, как блогер, ничем не отличается. Итак, следующее, ребята, у нас будет блогер, это у нас Евгений Хрусталев, он, как блогер, мне симпатизирует, потому что парень, в принципе, рассказывает довольно-таки интересно, язык у него подвешенный, довольно-таки интересные у него получаются выходы, рассказы, истории, вот, но он тоже является таким среднячком, ничего особенного в нем нету, многие кладоискатели у нас имеют такую категорию середнячка и довольно-таки у многих тоже интересные видео, но мне Евгений Хрусталев, повторюсь, симпатичен, то есть мне нравится смотреть его видео, то есть у него интересные, качественные видео получается. А копает он в основном один, один, но бывают выходы с кем-то на пару, он выходит, ну, в общем, в принципе, такой субъект одиночка, но видео у него, повторюсь, интересные, наразленные темы, не боится сказать в эфире, что он думает. Ну, а сейчас отправимся к нему на интересную страничку, где мы посмотрим, как он зарабатывает. Ну, смотрим и заходим, зашли и смотрим на тенденции его канала. Блок у него, в принципе, открыт давно, как я смотрю, с 2012 года, феврале 8 числа. Подписчиков у него всего 17 тысяч, то есть это немного. Вот. Категория «Бэль минус», как у всех остальных. что мы видим по следующим цифрам, это у нас за последний месяц просмотры у Хрусталева упали вниз на 17,3%. Подписчики тоже, как вы видите, упали на 10,7%. Не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что у него просто-напросто нету видео свежих, так же, как и у меня практически нету новых и видим, что у него партнерка подключена «АИР» и заработок 26 долларов. Блин, если честно, я очень удивлен. Думаю, он зарабатывает куда больше, но, к сожалению, 26 долларов в месяц у него заработок. В год у него получается 307 долларов. Но, честно говоря, я удивлен, не ожидал такого результата низкого, думал, что он куда выше зарабатывает, но, к сожалению, вот так. по подписчикам смотрим, в среднем у него 15 подписчиков в день, просмотры в среднем 3400 минут в день, и, как вы видите, в день он зарабатывает всего-навсего, ну, максимум доллар, 0,85 центов, его заработок в день. это ни о чем. 26 долларов, как мы видим, в месяц. И графики. Графики у него тоже на среднем уровне. Вот. Просмотры ежемесячные у него так вот не особо, но более такая ровная тенденция у него происходит. Подписчики тоже. Вот. Скачками вот так вот происходит. то есть у него подписки прибавляются в связи с тем, как он выпускает свои видеоролики. Ну да, к сожалению, у нас Евгений Хрусталев показал себя с его доходами не очень хорошо. Мало он всего здесь получает, но по сравнению с тем, что он открытый с 2012 года. То есть ему уже 5 лет ведет свой канал, за 5 лет у него 17 тысяч подписчиков и заработок всего 26 долларов в месяц. То есть он не сможет прожить на своем канале. Естественно, он работает еще где-то. Ну ладно, смотрим дальше. Итак, а следующий у нас блогер это у нас Олег Кашевой, кладоискатель. Что можно про него сказать? В принципе, начал он не так уж и давно. Я даже могу сказать, что он практически ученик Дмитрия Мусыхина, потому что он весь опыт брал у него. Также Мусыхин его и раскручивал постоянно. были какие-то рекламные агитации на его канал, какие-то советы, у них общие были совместные стримы. Так что в принципе Олег неплохо себя раскрутил благодаря Мусыхину. Ну и сам в принципе сейчас не плашает. Очень хороший у него набор идет, в принципе и подписчики у него хорошие. Все в принципе замечательно. Видеокопы у него в основном осуществляют непосредственно в полях, в деревнях, практически других у него видеообзоров нету. Ну так всякая лабуда. Но в основном интересно то, что у него копы довольно-таки интересные. Ну и все здесь вроде как правдиво названия видеороликов и сюжеты ничего он здесь не подбрасывает. В общем все у него хорошо. Посмотрим что у него с заработком. Заходим в программку. Ну и смотрим. как видите у него категория B это очень хорошо. У всех остальных B минус у него как у Мусыхина категория B. Эти мы не смотрим. А вот соотношение просмотров и подписчиков у него все хорошо. По просмотрам у него 29% плюс по сравнению с 30-ти дневным прошлым месяцем. И подписчики 27,7%. То есть он идет на прибавку очень хорошо. По заработным доходам у него видно что 151 доллар он получает это как минимум. вот и в год 1800 долларов он получает. В принципе очень хорошо. Смотрим на ежедневный график. В среднем у него 80 подписчиков в день приходит. Просмотров в среднем на 20 тысяч минут. Ну и доход ежедневный составляет 5 долларов. Итого в месяц у него доход 151 доллар. По графе в принципе все ровно как вы видите. Просмотры подписчики есть конечно кратковременные такие всплески как вы видите тоже это в июне месяце что-то он такое сделал либо видеоролик хороший вставил или же он проплатил рекламу как многие блогеры это делают. В принципе все правильно. Ну что я вам хочу тенденция у него хорошая. Здесь у него B здесь у него все в плюсе. Здесь заработок имеется. Ну и прирост в принципе все у нас хорошо. замечательно раскручивается канал как вы видите с 2014 года январь. И подписчиков 71 116 подписчиков. так ну а дальше у нас канал я его выбрал неспроста потому что я его изредка смотрю почему смотрю потому что у него интересные темы возникают ну темы как интересные интересные у него названия названия такие знаете просто мозг кипит от его названия например вот это вот это закинул то есть каждый любитель захочет узнать что же он там закинул ничего себе находка вот это клад вот мужики дают ничего себе коп и все у него такие названия знаете ого-го и все такое вот это и все такое мне вот это конечно раздражает то что название не соответствует видео название звучит так громко а когда начинаешь смотреть видео а видео у него довольно таки длинные до 20-30 минут доходит и зритель смотрит в течение этого времени и ждет когда же будет это ого-го вот это вот бомба и приходится зрителям смотреть 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 и естественно у данного кладоискателя это там Влад со своим отцом занимается поиском и зритель естественно из удивления смотрит и ждет когда это же будет ого-го но на самом деле это не происходит и естественно в каком-то смысле иногда у меня возникает разочарование потому что название бомба а внутри видео пустышка вот повторюсь парень работает вместе с отцом они я так понимаю по уговору с Украины на Украине сейчас работы нет и тем самым вот ребята зарабатывают таким способом видео снимают выкладывают и радуют своими видео своих подписчиков очень много у них видео связано с обзором чужих находок всякие сенсации чужие ну и в основном свои находки они выкладывают вот таким способом взрывая как говорится мозг своим названием так заходим копируем и отправляемся и сейчас мы посмотрим благодаря которым он они взрывают как говорится мозг как вы видите категория у него B это как у Димы Мусыхина здесь нам не интересно по следующему смотрим что у него произошел спад в просмотрах это на 19,5% просмотры упали по видимому у них нет сейчас очередных таких названий шикарных бомб которые бы люди кинулись с головой и смотрели то есть в этом месяце у них осуществляется пока спад по просмотру ждем очередной как говорится видеоролик где у него название будет какое-нибудь ого-го и вот это да и все такое и всплеск здесь снова будет подписчики смотрите как здорово упали по сравнению с прошлым месяцем минус 59,8% то ли подписчики убежали или же просто подписчики перестали к нему приходить вот этот конечно уже наверное должно его Влада беспокоить то что минус 60% у него упало партнерка у него вот такая вот интересная юла походу вот и смотрите какой у него доход это просто шедевр а не доход в месяц у него доход вместе с отцом получается 580 долларов это на как говорится посмотреть в поиске золота у Димы Мусыхина даже не стоит рядом у Димы Мусыхина 338 по-моему долларов а здесь 587 практически в два раза представляете то есть вообще хороший заработок доход у него в месяц и в год получается 7000 долларов весьма такая внушительная сумма и смотрим дальше по подписчикам у него получается 200 подписчиков в день это в принципе неплохо вот просмотры в среднем 78 и 300 минут достаточно прилично и заработок в месяц у него получается в среднем 20 в день получается 20 долларов 20 долларов в день в принципе неплохо для пацана посмотрите по графикам довольно таки любопытная такая шкала по первому графику видно что ежемесячные просмотры декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь никаких всплесков нету ровная такая сплошная линия что в просмотрах что в подписчиках ровно но потом в октябре 16 числа что-то такое произошло что у него график просто взлетел взлетел по просмотрам и по подписчикам грубо говоря с двух так здесь с двух а здесь где-то с 8 тысяч до 25 тысяч подписчиков это вообще в ноябре 16 число у него получилось получилось примерно где-то сколько ну 25 тысяч подписчиков в день это вообще шедевр и просмотры в этом же дне было свыше так сколько ну наверное 7 миллионов просмотров что ли ну это просто шедевр результат просто шедевр ну и потом все пошло по наклонной вниз честно говоря Влад молодец заработок у него составляет практически 600 долларов в месяц для меня это конечно такая сумма посмотреть то что он открылся всего-навсего год назад 20 так 15 года у него блок открыт с 21 июля подписчиков у него 111 тысяч подписчиков ну шедевр просто просто шикарный результат вот товарищ с Украины зарабатывает очень хорошо молодец но повторюсь единственное минус что мне не нравится в этом блоге то что название просто взрывающие такие знаете просто взрывающие название а в видео оказывается пустышка ну вот так вот следующее что мы сейчас посмотрим это вы сейчас увидите ну и напоследок сделаю обзор своего канала чтобы как говорится просто сравнение привести что может заниматься этим любой человек такие как и я просто решил открыть любимое хобби показывать людям естественно себя обсуждать не могу много бывает и критики в мой адрес вот видео у меня в основном все связано с видеокопом с поиском обзора находок вот пытался какие-то новые проекты открыть но не пошло у меня это вот так что судить вам по моему хобби как у меня это получается делаем то же самое что и с другими блогерами заходим вставляем свой адрес и ищем да все нашли нашли и смотрим мы являемся в категории Б минус то есть как все в основном Хрусталев Потрошитель Порываев мы находимся в этой категории мой канал как вы видите раскрыт недавно то есть в 2015 году 29 марта подписчиков у меня не так уж и много 2,5 тысячи подписчиков и они у меня так в принципе средняя тенденция идет вот видео сейчас я не выкладываю практически никакие потому что у нас зима находимся в северных частях то есть пока невозможно вчера я пытался воткнуть лопату но не получилось итак смотрим что у нас происходит по просмотрам у нас в принципе все хорошо по сравнению с прошлым месяцем все у нас вверх на 112,8% то есть просмотры у нас пока радуют неплохая тенденция дальше мы смотрим по подписчикам подписчики немножко сбавились по сравнению с прошлым месяцем но естественно видео я не выкладываю и подписчики у меня конечно же процентная ставка упала то есть 0,4% ну в принципе ни о чем 0,4% это ничего страшного вот ну и естественно всеми интересующий вот доход как вы видите всего-навсего 19 долларов у меня доход по сравнению с Владом отклада у меня совсем мизерный доход ну естественно я не употребляю в своих видео такие взрывные названия вот пишу как есть на самом деле если коп говно то и название соответствующее вот 19 долларов в месяц годовой доход 231 доллар смотрим ежедневный график в среднем у меня получается 10 подписчиков в день просмотры всего-навсего 2500 просмотра ну и доход как вы видите ежедневный получается 0.64 доллара грубо говоря округлим ну пол доллар у меня в день выходит по графику интересная такая тоже тенденция в принципе все ровно ровно но есть моменты где вот имеется вот эти всплески очень интересные это ежемесячные просмотры вот 16 июня что-то у меня произошло не помню что но возможно это благодаря ролику где я общался с сотрудниками милиции видеоролик называется дайте вспомнить что-то застучали вот это где на копе один товарищ застучал сотрудникам милиции что мы якобы копаем и буквально через некоторое время приехали сотрудники милиции вот чуть нас не повязали вот вот благодаря этому здесь наверное всплеск этот произошел очень здоровский я считаю я считаю с 20 тысяч до 40 тысяч просмотров ежемесячно ежедневно было у меня здесь здесь тоже подписчики взлетелись вот в принципе все хорошо 16 октября тоже всплеск пошел и все пошло 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 в гору у меня и очень все хорошо в принципе вот это как как говорится видео если хорошо пошло то оно пойдет дальше ну вот так вот мы рассмотрели заработную плату камрадов самых популярных но себя я не считаю популярным просто к примеру тоже привел к этому ну и вы все все видели итак ребят на этом я и закончу свой обзор данных блогеров которые возвышаются на верхних ступенях и вы теперь видите и знаете кто сколько зарабатывает чтобы не возникало больше вопросов сколько зарабатывает тот или иной блогер укажу я ссылочку на программу и каждый может зайти будет в эту программу ввести данные того или иного кладоискателя и вы сами все увидите и поймете стоит ли вам заниматься развитием своего канала или нет так что это не все так просто не каждый вытерпит время затраченного уходит очень много и не всегда у всех получается раскрутить свой канал ну некоторые блогеры конечно раскрутились очень здорово как вы видели такие как Влад от Клад от Влада вот они очень хорошо внедрились в эту структуру и в общем хорошо они сейчас зарабатывают но единственное что я вам скажу заработок у них в основном происходит из-за того что они делают пафосные такие названия что некоторые увидев название сразу кидается в омут в омут с головой и смотрят видео до самого конца а на самом деле это просто пустая пустышка так что вот так вот люди некоторые зарабатывают всяких громких таких лозунгах возможно возможно я из-за собой не замечаю может быть и я делаю такие иногда громкие слова но я стараюсь делать название что есть то есть и делаю заставки в основном и скопа или из эпизодов материала то есть ни у кого ничего такого не ворую а что есть есть иногда бывает конечно проскакивают единичные случаи когда просто нету материала которые хотелось бы выставить на показ или же просто напомнить людям ту или иную фишку так что на этом я и закончу обращаюсь к вам подписчики не останавливайтесь вы только на этих блогерах смотрите много других хороших замечательных кладоискателей которые занимаются тоже не так уж и давно не очень сильно раскрученные но довольно таки интересные видео всех перечислять я не буду потому что очень много кладоискателей которые меня симпатизируют но перечислять всех не буду и дабы кого бы я забыл бы не обиделись так что извините всем ребят привет Украина Беларусь всем привет так что на этом и все всем пока ставьте палец вверх если вам понравился видео обзор задавайте вопросы комментируйте спрашивайте отвечаю абсолютно всем никого не забываю отписываюсь по мере возможности ну и заказывайте что вы хотите дальше увидеть в моих видеороликах на дворе еще у нас зима холодно сегодня первый раз пытался воткнуть лопату в землю где уже снег сошел но к сожалению лопата не лезет у нас еще земля бетон то есть она должна прогреться чтобы выходить на стабильный как говорится плодотворный коп ну а сейчас пока сидим и рассматриваем вот такие вот эпизоды иногда бывает всякая муть ну ждем сезона и ждем когда у нас будут выходы выходы будут у нас куда подальше чем в прошлом году будут у нас и экспедиции у меня уже две запланированные в другие города которые меня позвали приезжают вот так что меня в других городах ждут ну и по мере возможности здоровья силы и средств мы конечно отправимся к ним в гости и совместно покопаем ну а так все всем пока и удачи спасибо 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 Продолжение следует...